куку друзья я арина и добро пожаловать на мельфей сегодня мы приготовим очень вкусные дрожжевые булочки с маком и грецким орехом рецепт которых вы у меня очень просили под последним шорт конечно же я не могу отказать вам в такой просьбе поэтому с удовольствием поделюсь тем более что под данный вид дрожжевого теста подойдет абсолютно любая начинка и булочки получатся очень вкусными как всегда начинаем приготовление с подготовки ингредиентов нам понадобится пшеничная мука с содержанием белка не менее 11 процентов теплое молоко и вода смешаны в пропорции один к одному но при желании вы также можете использовать просто молоко белый сахар но вы также можете заменить его на тростниковый чтобы улучшить вкус сухое молоко и советую не пропускать данный компонент потому что он очень важен либо пекарные дрожжи у меня быстро действующие вы можете использовать те которые наиболее удобны для вас в описании под видео я оставлю всю необходимую информацию о дрожжах также понадобится размягченное сливочное масло и обычная поваренная соль также в процессе приготовления теста я вам расскажу за что отвечает каждый компонент и прежде чем мы начнем несколько слов о постоянном спонсоре сервисе по подбору психологов альтер который поддержал выход данного рецепта кулинарная терапия это круто но не бойся попробовать и профессиональную закрепленного комментарий найдешь скидку на первую сессию и мы продолжаем начинаем с активации дрожжей я советую делать это согласно инструкции указаны на упаковке так как у разного вида дрожжей и производителей свои правила в моем случае дрожжи необходимо заранее развести в жидкости затем настояться чтобы они активировались для этого в молоко с водой я добавляю сразу весь сахар измеряя температуру чтобы она была не выше 40 градусов насыпаю дрожжи и оставляю их активироваться они должны полностью раствориться в молоке с водой в это время подготовим все сухие ингредиенты муку перекладываем в отдельную посуду к ней добавляем сухое молоко туда же отправляем соль и тщательно перемешиваем венчиком все вместе самом конце сформируйте небольшое углубление в центре миски так будет удобнее переливать смесь дрожжами когда дрожжи растворились и активировались в жидкости их можно добавлять к муке если вы будете использовать сухие инстантные дрожжи то тогда сразу добавьте их муке после этого аккуратно ложкой начинаем замешивать тесто замесите тесто до неполного объединения себя и там и там и там необходимо добавить размягченное сливочное масло так оно лучше вмешается в тесто и поспособствовать дальнейшему более легкому и не липкому вымешиванию теста благодаря жиру в тесте повышается эластичность мякиша а также повышается газа удерживающая способность что очень важно для дрожжевого теста когда все компоненты объединились теперь тесто можно переложить на поверхность теперь можно приступить к очень важному этапу вымешивания дрожжевого теста а важным он считается потому что сейчас нам необходимо развить от того насколько сильно развита клейковина зависит эластичность сурового теста а значит напрямую влияет на то насколько удобно нам будет конечно же влияет на конечный результат то есть структуру и саму мягкость булочки поскольку у нас сегодня сдобная выпечка они основа для слоеного дрожжевого теста нам достаточно на замес потратить около пяти минут вымешивайте тесто прижимающими движениями тыльной стороной ладони не нужно сильно растягивать либо же рвать тесто чтобы не нарушать кликовинный каркас в конце замеса вы заметите как тесто стало более однородным мягким и эластичным следующим этапом нам необходимо дать поработать дрожжам перекладываем тесто в миску накрываем пищевой пленкой либо же полотенцем и отправляем в теплое место буквально на полтора часа а в то время пока тесто будет подниматься мы сделаем начинку для нее нам понадобится семена мака раздробленный грецкий орех его нужно нарубить очень очень мелко около 200 миллилитров горячей воды и еще одна часть 90 миллилитров горячей воды и также нам понадобится белый сахар вы также можете использовать тростниковый для добавления интересного вкуса первым делом заливаем семена мака большим количеством горячей воды и оставляем настаиваться на 10 минут после этого необходимо семена отделить от воды для этого можете использовать мелкое сито либо можно использовать марлю либо сочетание сито вместе с марлей чтобы не потерять ни одно зернышко далее мак мы перекладываем в кастрюльку либо же в сотейник добавляем сахар и наливаем оставшуюся часть горячей воды благодаря данным действия маковая начинка будет очень вкусная и не будет горчить после этого всю смесь мы отправляем на плиту и доводим до кипения когда смесь закипела мы снижаем нагрев и оставляем мак вариться на 20-30 минут за это время мак разварится и впитает себя сладкий сироп для достижения необходимого результата вполне достаточно 20 минут но при желании вы можете уваривать мак дольше например до полного впитывая течение времени снова процеживаем мак через сито и перекладываем в отдельную пасту к маку добавляем раздробленный грецкий орех и тщательно перемешиваем также для аромата и придания более интересного вкуса я добавляю чайную ложку ванильного экстракта вы также можете использовать любые ванильные ароматизаторы на этом этапе начинка готова накрываем ее пищевой пленкой и на время отставляем сторону такую начинку лучше не готовить заранее а за несколько часов до выпечки самое время проверить поднявшиеся дрожжевое тесто и работу дрожжей как мы видим тесто поднимается поэтому нам необходимо его обмять снова сформировать шарик и убрать на повторное дозревание после первой обминки тесто будет подниматься гораздо быстрее я также накрываю его пищевой пленкой и отправляю в теплое место на полтора часа как вы видите разница подъема за одно и то же время очевидно наши дрожжи работают отлично и теперь мы можем приступать к формированию булок для этого я катаю небольшую колбаску и делю ее острым ножом на шесть равных частей из данных кусочков я формирую шарики и убираю их под пищевую пленку либо же можно воспользоваться полотенцем главное чтобы они не заветрились и сейчас я вам покажу технологию как формировать такие красивые в процессе работы я не буду использовать муку для присыпки потому что тесто совершенно не прилипает шарик кладем на поверхность немного приплющиваем и с помощью скалки придаем форму округленного прямоугольник его длина должна примерно быть в два раза больше ширины угольник смазываем растопленным сливочным маслом выкладываем начинку на одну булочку я использую примерно 3 чайной ложки сворачиваем рулетик в процессе я еще немного оттягиваю рулетик чтобы тесто края вытяжение чтобы край точно сцепился не готовый рулетик еще прокатываем для дополнительного сцепления далее кладем рулетик так чтобы шоу и отступив небольшое расстояние от одного конца разрезаем рулетик пополам теперь из двух частей нам необходимо вверх не придавите чтобы косичка не переворачивалась и сделайте примерно 3 оборота верхнюю часть чтобы получилось 4 оборота и сформируйте булочку один край убираем в центр а второй подщипываем вот такая аккуратный красивый образом формируем все остальные изделия выложите булочки на противень либо же форму на расстоянии 23 сантиметра накройте булочки пищевой пленкой либо же полотенцем чтобы запустить процесс брожения дрожжи начнут разрыхлять тесто и с помощью температуры мы подхватим этот процесс и наша выпечка в конечном итоге будет очень мягкая и воздушная я обычно выпекаю на температуре 170 градусов 15-20 минут с конвекцией далее оставляю просто также обязательно ориентируйтесь по своей духовке по истечению времени наши булочки готовы поэтому смело используйте их по назначению а это значит заваривайте себе вкусный чай или кофе и употребляйте булочки с большим удовольствием такие булочки я больше всего люблю в теплом состоянии а чтобы узнать какой вид понравится вам обязательно приготовьте по данному рецепту друзья я желаю вам удачи на кухне не бойтесь экспериментировать подписывайтесь на канал и другие социальные сети я с вами не прощаюсь и до новых встреч